Привет, мои любознательные друзья! Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Что-то давненько у нас не было новостей от компании Audi, и я решил в этом выпуске исправить этот неприятный недочет, ведь компания готовится представить крупное обновление для своего электрического кроссовера Audi e-tron. Но есть одна маленькая загвоздка. Начиная с этого обновления, кроссовер получит совершенно другое имя, и нас ждет очень крупный ребрендинг в модельной линейке компании. О чем это я? Да все о том, что с 2023 года Audi e-tron превратится в Audi Q8 e-tron и станет электрической альтернативой бензинового Audi Q8. Об этом компания говорила еще несколько лет назад, что такая перестановка будет реализована в ближайшее время, правда тогда все рассчитывали, что такие изменения произойдут со сменой поколений, что кажется вполне логичным. Но график поджимает, и Audi хочет как можно быстрее перейти на производство автомобилей исключительно на электротяге, о чем уже заявляла неоднократно в своей дорожной карте. В компании уже опубликовали серию фотоснимков, на которых представлен серийный прототип, по которому можно определить, какие изменения будут внесены в модель с приходом планового обновления. Первое, что бросается в глаза, это новая решетка радиатора, а также другие бампера и немного иной дизайн светотехники. Во всем остальном автомобиль остался точно таким же. У него такие же линии кузова, такие же пропорции и тот же формат. То есть это обычный типичный электрический SUV. Если вы думаете, что в этом обновлении Audi сосредоточилась исключительно на внешних атрибутах, могу вас уверить, это не так. С технической стороны изменения еще куда более радикальные. Если верить источникам внутри компании, с обновлением кроссовер получит модернизированную батарею и более эффективные электромоторы, что позволит увеличить запас хода и добиться результата в 600 км пути от одного заряда. Кроме того, инженеры обещают улучшенную управляемость, более эффективное распределение веса и еще больше мощности благодаря новым электромоторам. Никуда не денется и топовая модификация S с трехмоторной силовой установкой. Она также будет доступна для обновленного Audi Q8 Metron. Правда, флагман получит больше мощности и при этом сможет ехать намного дальше, чем актуальная модификация. А теперь самый главный вопрос. Неужели электрический Audi Q8 будет выглядеть вот так вот? Нет, все далеко не так. В 2026 году компания представит новое поколение Audi Q8 Metron. И он будет намного ближе к бензиновому Q8, как по габаритам, так и по форме кузова. Как я уже сказал, такой скоропостижный ребрендинг – это вынужденная мера, это просто смена названия. Ведь по факту перед нами будет тот же Audi e-tron. И Q8 в название добавили для того, чтобы вы быстрее начали привыкать к тому, что уже в ближайшее время Audi перестанет выпускать модели с двигателями внутреннего сгорания. Хотим мы того или нет, но это реальность, и с ней придется считаться. Обновленный Audi e-tron немецкий бренд представит уже в ближайшее время, а приобрести себе такой автомобиль можно будет уже в 2023 году. Друзья, перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня еще не все, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи!